Оля Житлина Оля Житлина Наша резидентка Кстати, крайняя в нашей программе В 2013 году В принципе, наше интервью Мы немножко по-другому планировали Но с утра сегодня у нас новость Которая еще пока абсолютно не подтверждена Ты у нас здесь в Бишкеке Ставишь свою пьесу Неделя тишины Этот текст, который ты написала В самый пик дебатов По поводу российского антиабортов Законодательства Которая обсуждалась в Думе Пьеса была закончена И уже сформировалась как пьеса В прошлом году Около года назад Чуть больше, чем год назад Когда появились все вот эти вот поправки Поправки, собственно, заключаются в том Что вводится так называемое Время тишины До, по-моему, если я не путаю Восьми недель Это сорок восемь часов То есть двое суток И в период беременности С восьми до двенадцати недель То есть это как раз то, когда люди Обычно понимают, что они беременны И решают, что надо беременность прервать Или не прервать Как раз вот в этот период Это время Как бы не менее семи дней составляет И проблема очень часто для этого Как бы этого закона Во-первых, в том, что Как бы считается, видимо Те, кто его придумали Видимо, считают женщину Как-то не в состоянии Самой взять и подумать Как будто ей надо Вот дать специальное время Чтобы она подумала До этого она как-то не в состоянии Включить свой мозг самостоятельно Другая проблема Чисто технического характера Что, например, женщина Которая живет, может быть В каком-то населенном пункте Или где нету женской консультации Врача, которая должна для этого Поехать на полуродовый город Соответственно, должна поехать Не один раз, а несколько раз Это связано с материальными затратами И с организационными сложностями Если у тебя уже есть какие-то дети Их надо с кем-то оставить Если есть работа, надо отпроситься И так далее То есть это может сделать Операцию, в принципе, невозможной Потому что срок может стать уже 13 недель И все, и тогда это уже вообще Вне закона Без специальных медицинских показаний И, собственно, это единственная мера Которая была принята И помимо этого была принята еще Возможность отказа врача Проведения аборта По его личным воззрениям Обсуждалась там гораздо более смелая инициатива Это было принято? Да, это две поправки, которые были приняты А что, по поведению, про 13 недель Что значит незаконно? После 3 месяца, 12 недель Ты не имеешь права уже сделать аборт Без специальных медицинских показаний Тоже сроком, которым... Это тоже было? Это было, это было Для этого нужны рубли Это уже большой срок Понятно, то есть обычные аборты Не делаются на 13 недель Потому что это имеет три сети для жизни женщины Да, не совсем На самом деле были То есть в советском законодательстве Были социальные показания Там, например, не знаю Отсутствие мужа, маленькая зарплата Это могло восприняться как социальные показания Сейчас, по-моему, это изнасилование И вот какие-то там Такие совсем экстраординатные меры Ну слушай, вот ты когда перечисляла Как бы проблемы То есть, собственно, да Там, как бы постановка под сомнение Способность женщин принимать решение Второе техническое Но мне кажется, что главная проблема заключается в том Что это норма, да Понятно, что аборт не отменен Но эта норма как бы ставит под сомнение Вообще аборт как норму Потому что в этом самая главная проблема Да, конечно То есть интенция тех, кто продвигал этот закон И гораздо более далеко идущий из законопроект Она в том, чтобы запретить аборты вообще И никто не скрывал, что это было лобби Российской православной церкви Из-за которого, собственно, сегодня даже в Киргизстане Да, вот и чтобы какова наша история На самом деле, да Этот спектакль Он ставится Мы планировали его И планируем до сих пор Потому что у нас никаких пока А никакого ответа официального театра нет Мы планируем показать его На малой сцене русского драматического театра И понятно, что мы показываем этот спектакль Из российского контекста С целью как бы спровоцировать дискуссию В том числе у некоторых тагестанских моментов Связанных не с абортами С абортами здесь все вроде бы нормально В этом смысле Но это не значит, что здесь нету других Поползновений подобного рода Связанных с ограничением телесности С контролированием телесности В первую очередь С женской телесности С регулированием как бы Телесных практик В частности, речь идет, например, о Такой инициативе Которая серьезно обсуждается На уровне как бы Таблистанского парламента Дюгру Кенеша Ограничить выезд девушек Женщин Не достигших 23 лет Без разрешительных документов Но Мы как бы вот Получили согласие театра Предоставить нам это помещение Надо сказать, что очень важно Потому что с театром Мы пытались сотрудничать до этого Но у нас там все закончилось С цензурным скандалом Тогда мы пригласили сюда Группу Аркадий Котц И вот В тех же формулировках Что сегодня Практически Уже с другим руководством Нам было отказано В проведении концерта Сегодня нам было сообщено Что опять-таки В театр звонят Какие-то неведомые органы Возмущаются тем Что мы будем ставить там Спектакль В котором В каком-то нелицеприятном виде Будет показана Русская православная церковь Вот это как бы Дорогие зрители Наша ситуация Контекст нашего Вот Сегодняшнего интервью Вот что ты как бы Можешь по этому поводу Вообще сказать Мы еще не знаем Будет ли факт цензуры Или не будет Ну это конечно Такой любопытный сюрприз Для меня Потому что Я бы скорее ожидала Такой ситуации В России Где мы сейчас тоже находимся В ситуации Когда Цензура не может Ожидаемой Или неожиданно Возникнуть И это уже В общем Для меня не секрет По крайней мере Вот с осени Прошлого года Я даже получала Письма В которых От менеджеров Институций Которые Менеджеры которых Считали Возможных Возможно попросить Художников Не делать Политические Работы Вот это Минс Просто Но понятно Что это Как бы была Цензура Которую Очень легко Можно было Обойти Как-то Очень абстрактно Сформулированная И соответственно Которая На самом деле Кроме Легкого Оскорбления Не содержала В себе Настоящей Цензуры В такой ситуации Что бы прямо Хотели снять Спектакль Пока мы В России Не сталкивались Может быть Это просто Было В силу Такого Менее Пристального Внимания К нашим Скромным Персонам Мы показываем Этот спектакль Уже в Москве В Петербурге И там Как-то Это не вызвало Никаких вопросов Ну Институция Потому что Сейчас мы Опять-таки Имеем дело С некой Институциональной Цензурой То есть С цензурой Институции Я бы Не был Их Как и в прошлый раз Как и в случае С Аркадием Котцем Что делать Как бы Не в государственной Какой-то Цензуре Хотя она Здесь тоже Имеет место Тут был запрещен Фильм Я гей-мусульманин На кинофестивале Под писанием Государственного Комитета Национальной Безопасности Тут Как бы Мы имеем дело Конечно Не с Потому что Мы вообще Никаких законов Не нарушаем Ни чьих чувств Не оскорбляем Вообще Вся эта ситуация Когда Которая началась Понятно С Пусси Райт Все это Столкновение Такое Которое Сейчас Имеет место Продолжает Так или иначе Существовать Это очень Интересная Ситуация В которой Церковь Пытается Поставить Будучи Активным Игроком На Политическом Пространстве Публичном Пространстве Делая Высказывания По поводу Различных Аспектов Светской Жизни Политики Внутренней Я не знаю При этом Любую критику Себя Как общественного Института Приравнивает К оскорблению Чувств верующих Ну на самом деле Это даже С Пусси Райт Началось Наверное Там С Авдея Тарганяна Или Там Еще С Олегом Авраматии То есть Уже тогда Стало Понятно Что Любые Какие-то Такие Откровенные Выпады В сторону Православной Церкви Могут быть В России По крайней мере Уголовно Преследованы Ну да Сейчас Да Сейчас Это уже Такая Но это Были Единичные Случаи И вот Наверное Да Просто Пусси Райт Это стало Уже Такой Совсем Тенденцией И РПЦ Перешло В откровенное Наступление И Это такая В России Очень Устрашающая Ситуация Кроме шуток Потому что Это В общем-то Помимо того Что такое Прямое Нарушение Конституции Вторжение В законодательную Сферу Это еще Такая Атака На Школьное Образование Где пытаются То против чего И протестовал По-моему Олег Авраматии Вбивал В себя Гвозди То есть О том Что Россия Это в принципе Многоконфессиональная Страна В которой Довольно-таки Большой Процент Населения Составляют Атеисты Как-то Все Забывают Да Вообще Что Россия Это светское Государство И что На самом деле Доходило до Анекдота Когда В новости Как-то Просочилась Информация О том Что в Петербурге Святая Святой водой Как бы Окрапляли Водобровод То есть Вода Которую мы Сливали В туалете Это была Святая Вода Освещённая Вода Как это Надо понимать С точки зрения Православных Атеистов Людей Других Конфессий Вот это Как бы Такой Довольно-таки Большой вопрос Меня Как бы Поражает Тот факт Что В принципе Да Церковь Она Занимает Такую Позицию Активного Участника Общественных Процессов Который Оказывается Вне Критики Вообще То есть В принципе Можно критиковать Президента Можно критиковать Правительство Можно критиковать Парламент Но Церковь Критиковать Нельзя То есть Церковь Находится Вне Критики Ну Да Да То есть Как бы Потому что Критика Церкви Равно Критика То есть Критика Института Да Институциональной Политики Участие В общественном Процессе Приравнивается К Оскорблению Да Верующих Про Вообще Саму Формулировку Оскорбления Чувств Верующих Можно Отдельно Говорить На самом Деле Я Всегда Могу Сказать Что Мои Атеистические Чувства Вообще Оскорбляются На каждом Растоптаны Но Как-то Такой Формулировки Нет Но Даже Если Согласиться Отчасти С ней То Почему Она Должна Отменять Критику Церкви Как Института Но Знаешь Мы Будем Разбираться По ходу Посмотрим Что Состоится Наш спектакль В этом Театре Не состоится Тут Надо Сказать Что Предыдущее Руководство Театра Было Просто Пиюще Одиозным Как бы Ожидать От него Подобной Цензуры Было Вполне Логично Вот Это Новое Руководство Это Директор Театра Который Публичный Человек Журналист Поборник Свободы Слова Который В телефонном Разговоре Сказал Что Ему Звонили Из органов И вот Он хочет Познакомиться Со Сценарием Как-то Это Тоже Все Очень Сильно Настораживает Ну Да Я Собственно Российская Православная Церковь В сценарии Петербург Русская Русская Православная Церковь Она В принципе Во всем Спектакле Упоминается Дважды И Один раз Не напрямую Там Просто В таком Каком-то Полу Бреду Полу Фантазии В монологе Женщины Всплывает Такой Образ Гинеколога Оборотня Который Оказывается На самом Деле Попом В котором Надел Медицинский Халат Изображает Из себя Гинеколога А второй Раз Просто Говорится О том Что Приводится Небольшой Фрагмент Из Закона И Говорится О том Что Он Принят В соавторстве С Русской Православной Церковью Вот Собственно Это Как бы Все Причем Я не очень понимаю Как Соотносится В Кыргызстане Русский Драмтеатр Государственно Национальный С Интересами Русской Православной Церкви Видимо Так же Как Выставка Династии Романовых На баннерах Другие вещи Они тоже Подвергались В России Вниманию Органов Как Выяснилось Как-то Раз Оказывается Нашей игрой Тоже Органы Интересовались Даже Мой коллега Андрей Журналист Который Написал Про игру Их Вызывали На ковер В прокуратуру Орган Был Индентифицирован Конкретно Диалоги Орган Орган Было Все Разъяснено Надо Пояснить Что Речь идет О игре Россия Страна Возможностей Игра Которую Оля Сделала В соавторстве С Андреем Якимовым Во-первых Это Эксперт Антидискриминационного Центра Мемориал Также С Дизайнерами Татьяны Александровой И Надеждой Воскресенской И Использовали Там рисунки Давида Тарганяна То есть Такой Скорее Коллаборативный Проект А цветную Версию Этой Игры Потом Переиздал Мемориал Уже С дизайнером Ольгой Крохичевой Мы ее Немножко Изменили И Эта игра Получила Достаточно Большую Огласку Потому что Мы ее Показывали На разных Художественных Фестивалях Выставка О жизни Трудовых Мигрантов Такая Монополия Трудовых Мигрантов Как Приехать в Россию И не умирять Заработать Что-то Вернуться Домой Мы Играли Несколько Раз Никто Ничего Не зарабатывал Возвращались Не везло А вообще В сценарии Игры Есть Возможность Что-то Заработать Игра Там есть два типа ходов Один ход Это ход по кубику Который Символизирует Непредсказуемость Судьбы Другой Тип хода Это ход По выбору Когда человек Берет на себя Какую-то ответственность За выбор Например Как сделать Как оформить документы Обратиться В какое-то агентство Или Обратиться В органы Там есть тип ходов Который Символизирует Такой выбор Человека В жизни Какие-то ходы За которые Он сам В общем Несет ответственность Раскрыгивает Последствия Вот Поэтому В принципе Там можно Сделать Как бы Все правильно Но тем не менее Тебе может Повести А можно Сделать В общем Все как бы Неправильно Но тебе может Повести Да Но В большей части Случаев Конечно Тебе Везет Когда ты Делаешь Все правильно То есть Ты Владеешь Русским Языком Оформляешь Документы Не через Сомнительных Последников А чехи Официальные Инстанции И Немножко Знаешь О своих Правах Какие были Вопросы Прокуратуры В связи С этой Игрой Посвященной Жизни Ну На самом деле Их не было Видимо Много Вопросов То есть Они просто Спросили Что это Зачем Это Как-то Их любопытство Было быстро Удовлетворено То есть А вот Они не объяснили Откуда там Поступил сигнал Почему они Вообще Этим Заинтересовались Было Довольно-таки Много Масс-медийного Внимания К этой Игре И Собственно Вопросы Вопросы Прокуратуры Возникли После Публикации То ли Я честно говоря Не помню Какая это была Газета Но какая-то Такая Очень популярная Газета Вот Журналист Который Пришел В Мемориал Они поиграли С Андреем В игру Журналист Побыл В этой роли Трудового Мигранта Ну вот Возникли Какие-то Вопросы Вот Может быть Так Просто Досужий Интерес Я не знаю Что же бывает По поводу Цензуры Я бы не сказала Что она всегда Прямая Я бы сказала Что По крайней мере В России Это тоже Еще как бы Несформулированная Какая-то стратегия Еще действительно Как бы И как здесь Еще нет языка Нету Каких-то формул И Те Кто пытаются Вводить Цензуру Они тоже Очень часто Импровизируют Делают Какие-то Совершенно Корявые И неуклюжие Действия Облекают В какие-то Очень странные Фразы Поэтому С этим Иногда Может быть Достаточно Легко Бороться Как мне кажется Как раз В силу Несостоятельности И неуклюжести Этого всего И нелогичности На самом деле С другой стороны Как бы Не все работает По логике Поэтому Иногда Несмотря на Самую большую Абсурдность Там Все эти Суды Бусирают Там Яркий пример Как бы Что логика В общем-то И все Доводы к здравому Смыслу Они ни к чему Не приводят Поэтому Это довольно-таки Такая непредсказуемая Вещь С другой стороны Иногда Мне кажется Что можно просто Вот Что Что И цензура Иногда Исходит Что Что Цензура Это часто Инициатива Каких-то Людей Которые В общем Сами Не понимают Чего они Боятся И зачем Они Цензуру Пытаются Вводить Я бы не Назделял Цензуру Которая Инициируется Каким-то Государственным Институтом И цензура Которая Есть Какая-то Частная Инициатива Будь то Институции Будь то Отдельного А чтобы Чего не Вышло Потому что Мне кажется Это все равно Вещи одного Порядка Некого Такого Некой Параноидальной Ситуации Коллективной Паранойи Участниками Которые Являются Все Точно Определить Где ее Центр Нельзя